Сочи отключили вечный огонь, но буквально на один час. Сегодня на мемориале воинской славы санитарный день. Они выжили, несмотря ни на что, но каждый год в этот день вспоминают, как боролись за свою жизнь. Глава Сочи встретился с блокадниками. План на три года в Сочи построят 10 школ и 17 детских садов. Прямое сообщение Сочи с Китаем приостановлено, в край заработала горячая линия по коронавирусу. Снижение количества убийств и полтора миллиона литров изъятого контрафактного алкоголя. Кубанская полиция подвела итоги работы за прошлый год. Раскрыто практически каждое второе преступление. Отдельное внимание правоохранители уделяют борьбе с коррупцией. На заседании коллегии Краевого управления внутренних дел назвали и размер средней взятки в регионе. Полтора миллиона сообщений о правонарушениях и происшествиях. Пожалуй, это главный показатель того, что люди доверяют полиции. Именно столько раз жители Кубани обращались к сотрудникам внутренних дел в прошлом году. По результатам рассмотрения возбуждено 65 тысяч уголовных дел. Кубанские полицейские подвели итоги работы за 2019 год. На заседании коллегии главного управления внутренних дел по краю приглашены губернатор и председатель законодательного собрания. Как отметил в своем выступлении руководитель региональной полиции, раскрыть удалось больше 33 тысяч преступлений. Особое внимание – борьбе с коррупцией. Средний размер взятки на Кубани составил 544 тысячи рублей. Обеспечена реализация государственной политики в области экономической безопасности края. Реализовывались задачи по противодействию коррупции. В результате сотрудниками полиции пресечено 802 таких преступления, более половины которых совершены в крупном и особо крупном размере. Повысилась эффективность работы подразделений экономической безопасности по направлению внешнеэкономической деятельности. Я благодарен вам, всем сидящим в этом зале, всем вашим коллегам за безопасную Кубань. За безопасную Кубань, за безопасную жизнь в нашем крае. А значит, за стабильную Кубань. Вот безопасная Кубань. Стабильная Кубань – это основа дальнейшего роста экономики нашего края и роста благополучия и благосостояния жителей. Экономика имеет свои предпосылки, и инновационный климат в крае тоже имеет свои предпосылки. Но самые главные предпосылки из общения с инвесторами – это, конечно, безопасный регион. Если правовое поле максимально комфортное, если полиция, прокуратура, суды работают в рамках правового поля законодательства России, тогда бизнес, наш ли местный бизнес, инвесторы чувствуют себя защищенными в таком крае, а для них это принципиально важнее, даже важнее где-то процента прибыли, которую они получат. Защищенность. И физическая защищенность, и личная защищенность, защищенность их семей, понятно, бизнеса. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что в регионе необходимо усилить борьбу с незаконной миграцией. В прошлом году так называемые нелегалы совершили свыше 20 тысяч нарушений миграционного законодательства. За пределы России из Краснодарского края выдворены полторы тысячи иностранных граждан. Но эта проблема не решается одним лишь контролем за зарубежными гостями, ведь они где-то работают и получают деньги. Нелегальные мигранты, но они действительно не платят налогов. Они на самом деле не учтены. А намного страшнее, что мы не знаем, кто они, где они и чем они занимаются. И вот здесь мы должны поставить заслон на стадии, когда они въезжают к нам. И надо подумать, каким образом это сделать. Мы не купируем предпосылки их заезда в наш край. Поэтому им умножится количество резиновых квартир. Поэтому и появляются эти палатки, гаражи, где они там проживают. Безответственность работодателей, которые дают им работу нелегальным мигрантам. И вот здесь тоже мы должны посмотреть на ответственность за то, что они обеспечивают работу нелегальных мигрантов. Для эффективного взаимодействия с правоохранителями должна быть и соответствующая законодательная база, совершенствовать которую настроены кубанские парламентарии. Между ЗСК и Главком существуют тесные рабочие контакты. Подписано соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности и по организационным вопросам. Личный состав главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю системно работал над повышением эффективности, профилактики, выявления, раскрытия и расследования преступлений. Удалось улучшить отдельные показатели оперативно-служебной деятельности, есть и точки роста. Еще одна острая проблема – каналы поставок наркотиков и нелегального алкоголя. Краснодарский край – мощный транзитный регион, что в свою очередь притягивает различного рода дельцов. В прошлом году полицейскими на Кубани изъято из опорота полтора миллиона литров фальсифицированных горячительных напитков и 200 килограммов запрещенных веществ. Были раскрыты семь группировок, которые торговали наркотиками в Краснодаре, Армавире и Туапсинском районе. Каналы поступления в край и наркотиков, и незаконного, нелегального алкоголя должны взять под контроль. Системный должен быть подход и смотреть на первопричину, первопричину предпосылки. Мы должны учитывать, что мы же курортный регион. Коллеги, конечно, мы очень выгодный рынок сбыта, безусловно. И мы должны перекрыть вот эти каналы, перекрыть пути и перестать быть таким рынком сбыта. Одним из самых распространенных способов торговли запрещенными веществами за последнее время стал интернет. Усилиями правоохранителей заблокировано 1600 сайтов. В список достижений за прошлый год кубанские полицейские могут записать и снижение количества убийств и квартирных краж. Именно профилактика преступления должна стать одним из главных орудий правоохранителей. Николай Далуда покинул пост вице-губернатора. Распоряжение об отставке подписал губернатор Краснодарского края. Кроме того, Далуда сложил в себя полномочия атамана кубанского войска. Отставка связана с назначением Николая Александровича на должность атамана Всероссийского казачьего общества. О кадровых изменениях стало известно на отчетном сборе казаков в Краснодаре. В нем приняли участие губернатор Краснодарского края, председатель законодательного собрания, заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Глава региона Вениамин Кондратьев поблагодарил атамана за работу. По его словам, за годы службы во главе войска Николаю Далуде удалось сделать казачество реальной силой. Казаки включились в охрану правопорядка, участвовали в ликвидации последствий крупных стихийных бедствий, стали проводить военно-полевые сборы. В регионе открылись кадетские корпуса, местные общества получили земли для сельского хозяйства. Огромные слава и благодарности Николаю Александровичу за то, что сегодня другое казачество, которое было и 20 лет назад, и 15, и даже 5. Другое казачество. Сделано много во всех направлениях, но теперь нам нужно еще раз подчеркивать, дожать на все 100%, а потом новые точки роста для себя выявить, создать и тоже опять рвануть. Николай Далуда отметил, что за 12 лет удалось совместными усилиями создать четкий и отлаженный механизм, который честно и добросовестно выполняет поставленные задачи. Дорогие братья-казаки, тяжело уходить. Искренне говорю, тяжело уходить, но уходить надо. Надо сконцентрироваться теперь уже на задачах, которые ставит руководство страны. Еще раз благодарю вас, благодарю вас за все. Благодарю за то, что мы были рядом, за то, что вы меня понимали, за то, что вы меня поддерживали, за то, что вы меня избирали и первый раз, и второй раз. Я никогда этого не забуду. И находясь на новой должности, поверьте мне, я буду все делать для того, чтобы продвигать именно идею и идеологию российского казачества. На отчетный сбор со всего края приехало больше тысячи представителей казачества. От первичных обществ до районных атаманов. Сегодня в Кубанском казачьем обществе более 55 тысяч казаков в составе почти 560 казачьих обществ. До выборов нового атамана Кубанского казачьего войска Николай Далуда возложил обязанности на своего первого заместителя Николая Первакова, по казачьи передав символическую булаву. В Сочи появятся экскурсионные маршруты по местам госпиталей времен войны. Об этом стало известно на заседании Организационного комитета «Победа», которое прошло сегодня в мэрии Сочи. Экскурсионные маршруты проложат во всех районах города. Основной акцент будет сделан на истории Сочи как города-госпиталя. Участникам покажут места расположения военных госпиталей, расскажут о судьбах советских военнослужащих, которые там лечились, и медиков, которые вернули на фронт около 400 тысяч человек. При подготовке к 75-летию победы в Великой Отечественной войне основное внимание, конечно, будет уделено ветеранам. И здесь важно, чтобы каждый из них был окружен заботой, отметил мэр Сочи. Нужна помощь, город ее окажет. Даже если вопрос требует длительного решения, люди должны знать, что их проблемой тщательно занимаются. Самое главное, что все те жители, все те граждане, которым мы помогаем, они должны видеть о том, что механизм запущен для решения их вопроса, и ни проволочек, ни каких-то иных мероприятий, которые могут быть не выполнены, это все нужно исключить. Обязательно. В рамках регионального проекта «Историческая память» в сочинских школах сейчас проводятся уроки мужества. В них принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Кроме того, сочинцы смогут принять участие во всероссийском диктанте Победы, а в одном из городских вузов пройдет научно-практическая конференция. Там будут подняты в том числе вопросы недопустимости пересмотра итогов войны. Также ко Дню Победы все памятники, могилы участников войны, среди которых и братские, приведут в порядок. В этой работе примут участие воспитанники военно-патриотических клубов. Под эгидой 75-летия Победы на курорте пройдут культурные, спортивные и военно-патриотические мероприятия. Особое внимание будет уделено краеведческой деятельности, поисковым работам и молодежным акциям. В основу всех мероприятий лягут исторические материалы о тех событиях Великой Отечественной, которые проходили в Сочи и о сочинцах, ушедших на фронт. 18 из них получили звание Героя Советского Союза. О каждом из них опубликуют отдельные истории. В Сочи отключили чашу вечного огня, но буквально на один час. Сегодня на мемориале воинской славы санитарный день. Газовую горелку от мусора очищают дважды в год, а заодно и проверяют состояние газового оборудования. На время работ подачу газа приостанавливают. Сегодня вечный огонь отключили, вернее перенесли, никогда не гаснущее пламя специальным факелом на временную горелку в связи с подготовкой ко Дню Победы. Чтобы приступить к работе, сотрудники горгаза вскрыли чашу, очистили ее от нагара и копоти, а затем собрали и сам мусор. Мы находим постоянно те же самые мусор, баклажки, стекло, металл. То, что не загорается, остается здесь. Из года в год мусора меньше не становится, седуют сотрудники Сочи Горгаза. Поэтому в преддверии Дня Победы на мемориале воинской славы пройдет еще один санитарный день. В перечень профилактических мероприятий входит очистка сопел-редуктора, а также поверхности газогорелочного устройства. Также проверяем запорную арматуру в подвалах и подъездах для лежащих домов. Кроме того, проводим санитарную очистку прилегающей территории. Это наша задача, чтобы системы горения работали ежегодно, бесперебойно и без аварийно. На профилактическую процедуру ушло не более часа. После того, как сотрудники Сочи Горгаза убедились в том, что все механизмы работают исправно, вечный огонь вернули в чашу. К новостям вернемся после прогнозов погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 28 января в Сочи облачная. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 11-13 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 10. А в Красной Поляне переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем 5-7 градусов выше нуля. Память без границ. Глава Кубани пригласил ветеранов из Украины, переживших блокаду, отдохнуть и поправить свое здоровье на курортах края. Об этом Вениамин Кондратьев рассказал на встрече, посвященной Дню освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Ровно 76 лет назад осада города нацистскими войсками была полностью прекращена. В ходе разговора с губернатором блокадники, которые сегодня проживают в Краснодарском крае, делились своими воспоминаниями. Евгений Ананин рассказал о положении своих боевых товарищей в Украине. Сегодня они неоправданно забыты и лишены льгот. Наши друзья на Украине, где я прожил 19 лет и был также в коллективе жителей блокадного Ленинграда. Сейчас мне сообщают не по телефону, не по радио, именно из уст в уста, что там сейчас блокадников лишили всех льгот, закрыли все организации, не разрешают собираться. А если кто-то что-то говорит, поезжайте в Ленинград и там будьте с ними. Чем мы можем сейчас помочь? Евгений Николаевич, тяжело слушать. А как это все пережить? И вы абсолютно верно сказали, такие же, как вы. Вместе тогда и с украинским народом мы вместе, наши предки, завоевывали эту победу, а сегодня на Украине никому не нужно слушать правду из уст таких же, как вы, детей блокадного Ленинграда, которые на самом деле рассказывают, какая она эта правда. Но тем не менее, все, что мы можем, я с вами согласен, что боль, боль, она у вас сильная только потому, что все равно вы правильно сказали у нас и возможность здесь пообщаться, помнить, обмениваться информацией, снять фильмы о каждом из вас и показать нашему, жителям нашего края. А у них нет возможности, поэтому через вас я хочу их пригласить на курорты Краснодарского края. Пусть они отдохнут и здесь у них будет возможность и пообщаться, и это все рассказать нам это нужно. Жителям Краснодарского края это нужно и гостям. Пусть доедут, а размещение, проживание мы возьмем на себя. У нас хватит возможностей, чтобы на самом деле сказать им спасибо за то, что они пережили и за то, что они до сих пор в строю. Они и там в строю. Приглашайте. Мы с этим совсем российским гостеприимством, кубанским, на самом деле, хлебосольным столом. Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе готовы встретить и разместить блокадников из соседней страны, ведь наши деды и бабушки воевали за общую победу. С пережившими блокаду Ленинграда сегодня встретился мэр Сочи Алексей Копайгородский. Участники тех страшных событий поделились воспоминаниями о войне. И сегодня блокадникам глава города вручил медали в честь юбилея победы. Расскажет Ольга Десятого. За мисочкой похлебки бесплатно и копали, а кофе выжили. Выжили, несмотря ни на что. В Сочи осталось 72 очевидца тех страшных событий. Многие из них сегодня собрались в Зимнем театре. Вы своим личным примером показываете всем нам стойкость и крепость духа советского воина, русского солдата. Для нас это очень важно, почетно. И безмерно вас благодарим. И преклоняемся перед вами. То, что вы прошли, то, что вы выстояли. И для всей Родины, для всей большой страны вы являетесь вот таким самым серьезным беззаветным служением для Родины. На встрече с главой города Алексеем Копайгородским жители блокадного Ленинграда делились воспоминаниями о войне. Это абсолютно разные истории, но в то же время очень похожие. Они о том, чего не хочется вспоминать, но невозможно не помнить. О голоде, холоде, боли и страхе. И однажды, когда мы собирали топливо, я устала и присела отдохнуть на кубический ящик из-под пороха. У меня был малиновый берет, а вот они открыли огонь по моему берету и по людям, которые работали рядом. Мама успела среагировать на шум снарядов. Подскочила, отбросила меня метро на два от того места и сама упала. На том месте образовалась огромная воронка. Моя мама работала на Дороге жизни. Это был перевалочный пункт, где останавливались блокадники. Они разводили косырок, грелись, потирая руки, изможденные, и многие из них умирали. И мама ходила на работу мимо гор трупов с двух сторон и не боялись ходили. В блокаде, ну, когда мама умерла и брат тоже, мне было два года и несколько там месяцев, понимаете, вот, еще трех лет не было. Меня нашла родная тетя, я была больная очень, я умирала, она сказала. В больнице сказали, не волнуйтесь, ее вы не довезете такую, мы ее отправим в дом малюток. А в дом малюток – это Куйбышевский район города Ленинграда. Вот там я была до сентября 1945 года, когда вернулся отец. Сегодня пережившим блокаду глава Сочи Алексей Копайгородский вручил юбилейные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, поблагодарив за силу духа и военно-патриотическую работу с молодежью. Ну, а молодежь подготовила для блокадников, ветеранов войны и своих сверстников большой концерт, посвященный 76-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда. О войне и о блокаде он узнает не из книг. По всей стране в эти дни проходила акция «Блокадный хлеб». Сегодня ее финал. К мероприятиям присоединился и Сочи. По всему городу волонтеры раздавали 125 граммов черного хлеба, как напоминание о подвиге мирных жителей Ленинграда в годы войны. Именно такая минимальная норма была установлена для блокадников. А сегодня в школах города прошли уроки мужества и театрализованные спектакли. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам в городе погибло до полутора миллионов человек. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Прямое сообщение Сочи с китайским Женчженем приостановлено. Авиакомпания iFly объявила, что рейсы в Китай откладываются до 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи. Прямое авиасообщение Женчженч Сочи открылось под Новый год. Первые пассажиры прибыли из Китая 30 декабря. Однако сегодня аэропорт Сочи принял запланированный ранее рейс из Женчженя. Борт приземлился в 10.05. Все прибывшие пассажиры были обследованы сотрудниками Роспотребнадзора на предмет вирусных инфекционных заболеваний с помощью тепловизора. В ходе проверки носителя опасного вирусного заболевания не выявлено. Напомню, рейсы из Китая отложены до 9 февраля. А еще в Краснодарском крае сегодняшнего дня по 10 февраля будет работать горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу. Напомню, в декабре на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 26 января во всем мире заболело 2116 человек. Управление Роспотребнадзора Краснодарского края 27 января открыло горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе. Например, что делать, если вы недавно были в Китае или вам нужно полететь в эту страну? Какие симптомы у новой болезни? Какие меры профилактики предпринимать? Горячая линия будет работать по будням с 10 до 17 часов. Звонить нужно по телефону 8 861 259 35 22. В течение ближайших трех лет в Сочи построят 10 школ и 17 детских садов всего. Для учеников появится более 5000 новых мест, а количество мест в дошкольных учреждениях курорта увеличится почти на 1600. Сейчас муниципалитет проводит масштабную земельную ревизию, чтобы найти свободные участки для строительства социальных объектов. Далее будут сформированы документы для участия в региональных и федеральных программах. При этом обсуждаются также варианты строительства за счет инвесторов. В ближайшие три года новые школы будут построены в микрорайоне Мамайка, в Лазаревском на пересечении улиц Калараш и Малышево и в поселке Красная Поляна. В рамках инвестиционного проекта планируется построить школу в Раздольском сельском округе. Кроме того, за эти же три года на курорте появится пять корпусов начальной школы. Улицея номер 23, школа номер 4, 11, 18 и 87. Каждая готова будет принять по 400 учеников. В ближайшее время на курорте откроются два детских сада. Номер 7 в Хостинском районе и блок на территории сада номер 53 в селе Орел-Изумруд. За ближайшие три года планируется построить еще девять таких блоков. На Гагарина, на Донской, в селе Веселое, на улице Ульянова, два блока на Партизанской, два блока в Красной Поляне и еще один в селе Раздольное. Новые детские сады будут построены в Горном Лао, Детляшке, Макапсе, Якорнощиле и Барановке. Также планируется провести проектно-изыскательские работы по строительству детского сада на Туапсинской. Кроме того, до конца 2023 года планируется завершить строительство школы и детского сада в микрорайоне Бытха. Улучшение жилищных условий инвалида-колясочника, трудности в получении гражданства, перенос остановки в поселке Дагамысы. Это далеко не полный список проблем, с которыми сочинцы обратились к депутату Госдумы Константину Затулину на его первом приеме граждан в этом году. На этот раз на прием к Константину Затулину пришли более десятка сочинцев. К решению проблем депутат приступает сразу же, выходя на связь с руководителями различных структур, ответственных за решение вопроса. Наталья Мурзина приходит на прием уже не в первый раз. Еще в прошлом году она просила депутата помочь отстоять земельный участок под спортивную площадку, который через суд пытался присвоить местный предприниматель. Благодарим все мы, жители поселка. Нас таких более трехсот человек. У нас была спортивная площадка, которая только начинала свою деятельность, то есть ее еще необходимо дообразовать. И предприниматель, человек, который живущий рядом с площадкой, решил прихватить себе территорию в размере четырех соток с половиной. Суд первой инстанции выиграл, мы об этом узнали случайно. Ну и пришлось включать все, что могли. В том числе депутата Затулина. И он нам помог. Успех в этом деле стал возможен благодаря участию активных общественников администрации города, краевой прокуратуры и Константина Затулина. Помимо помощи своим избирателям, депутат также старается держать их и руководство города в курсе всего, что происходит в Государственной Думе и может качественно повлиять на жизнь сочинцев. Вдобавок к этому продолжают лоббировать важные для Сочи проекты. По проекту сооружения в Сочи мусороперерабатывающего завода в очередной раз вынужден сказать, что есть пауза, связанная с переформированием правительства и тем, что куратор этого проекта, вице-премьер Алексей Гордеев, это правительство не вошел, а как раз от него зависело в начале года представить согласованные предложения президенту Российской Федерации. Он готовился к этому, но в ближайшее время мы выясним, как с этим произойдет. Еще один проект, над которым работает Затулин, это присвоение Сочи статуса «Город трудовой доблести». Он внес в соответствующий законопроект поправки. Они позволят претендовать на это звание не только Центром оборонной промышленности, работавшим в годы войны, но и городам, где были сосредоточены медицинские учреждения, которые возвращали в строй раненых бойцов. Этот проект закона будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в середине февраля. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Агабешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.